Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Группа из 26 студентов, обучающихся по специальности инженерная геология и гидрогеология Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в полевых условиях изучила инженерно-геологические и геолого-гидрогеологические условия полигона Собакинские ямы в населенном пункте Улитина Зеленодольского района Республики Татарстан. В этом году специализированная практика по инженерной геологии проходила под лозунгом «В инженерную геологию приходит поколение Z». Все полевые работы проводились при поддержке облачного приложения Soilbox и под руководством доцентов кафедры общей геологии и гидрогеологии. Айрат Латыпова и Анастасии Гараевой. В своей работе студенты использовали модуль «Описание инженерно-геологических скважин», позволяющий проводить заполнение буровых журналов, выполнять описание грунтов, делать фотообразцов и кернового материала полностью с использованием мобильного устройства. Подобный формат максимально современен при проведении реальных инженерно-геологических изысканий, так как позволяет камеральной группе мгновенно получать результаты полевых работ, независимо от удаленности полевой группы. Новинка этого года стала работа в модуле «Точки наблюдения», который помогает значительно упростить описание опасных инженерно-геологических процессов. Благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу студенты с первого дня практики научились выполнять описание карстовософузионных проявлений о вражной эрозии и оползни в мобильном приложении. В итоге все карстовые воронки полигона были оцифрованы обучающимися и нанесены на единую карту. Кроме того, каждый вечер практики проходил коллективный просмотр результатов работы и обмен впечатлениями. Помимо образовательного процесса в лагере кипела и полевая жизнь. Жаркая погода и близость Волги обеспечили ежедневные водные процедуры, а природа и умелый талант дежурных по приготовлению вкусной еды – хороший аппетит. 24 июля в Казанском федеральном университете состоялось практическое занятие с микроскопом «Капля жизни», в котором приняли участие активные жители Казани. О том, как это было, расскажет наш корреспондент. Уже не первый раз в стенах Казанского федерального университета проводятся лекции и практические занятия городской лаборатории «Горожанин-ученый». Проект «Стратегии развития Казанки» привлекает казанцев с активной гражданской позицией к изучению водной фауны и сохранению окружающей среды. В этот раз участники проекта посетили кафедру природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов. «Горожанин-ученый» у нас длится целый месяц, экопроект, где эксперты рассказывают жителям свои какие-то уникальные истории, делятся. И это седьмое занятие по счету, как раз-таки практическое занятие с микроскопом. Оно и в прошлом году было суперпопулярным среди жителей, и в этом году также не хотели его как-то отпускать от сердца, потому что с микроскопом, мне кажется, это вообще основа основ специалистов, потому что они здесь своего рода каждый уникальные и глубоко раскрывают каждую тему. И несмотря на то, что есть мероприятия, где это все вживую рассматривается, осматривается, а вот такие моменты изучающие, они важны. КФУ, это как один из университетов таких важных и главных в Казани, оно никак не останется без внимания. Изучать водную фауну и ее обитателей в теории – это, конечно, интересно. Но если совместить это дело с практикой, то эффект будет в разы больше. Так, во время работы с микроскопом участники проекта познакомились с обитателями городских озер, научились определять видовую принадлежность на примере водных растений и многое другое. Как отмечают казанцы, такого рода практические занятия – это всегда очень увлекательно. Было очень здорово, было новое занятие в рамках этого проекта. То есть в прошлом году мы смотрели на все это под микроскопом и смотрели, как происходят инновации в парках, как работают с озерами. В этом году у нас совсем немножко другая тема. Мы смотрим, что происходит с растениями под микроскопом. То есть кажется, что это ровная поверхность, а по факту там очень много микроорганизмов, поэтому нас предупредили, чтобы мы ничего не ели, не пили. В общем, поэтому мы здесь очень аккуратно смотрим, наблюдаем. Проект реализуется уже третий год и стал финалистом первой Всероссийской парковой премии в номинации «Экологическая акция». В этом году мероприятие проходит под слоганом «Казанка выходит из берегов», что говорит о расширении географии проекта и о важности сохранения и взаимосвязи всех водных объектов. Также 2024 год представлен разнообразием изучаемых водоемов. Занятия проходят не только на берегах Казанки, но и на реках Ноксе, Волги и даже Свияги. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов. Универновости. В завершающий день приемной кампании 2024 года поговорим об Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Сколько бюджетных мест, какие есть направления подготовки и чем можно заняться в свободное от учебы время. Институт вычислительной математики и информационных технологий – один из ведущих российских образовательных и исследовательских центров в области вычислительной и прикладной математики, а также фундаментальной информатики и информационных технологий. Он был создан в 2011 году на базе факультета вычислительной математики и кибернетики. В нашем институте, пожалуй, представлено наибольшее количество направлений в IT-отрасле, в принципе, в университете. То есть и в МИД, бывший факультет ВМК, это крупнейший IT-институт в Поволжье, поэтому мы перекрываем практически все направления, которые есть. То есть у нас семь направлений бакалавриата, то есть это все, что есть, скажем так, во ВГОСах. То есть какие направления у нас есть? Это бизнес-информатика, фундаментальная информатика, информационные технологии, прикладная математика, информатика, прикладная математика, информационные системы технологии и информационная безопасность. Звучит это все вот так вот сложно для абитуриентов, то есть все эти названия, потому что это официальные названия. По факту на каждом направлении есть своя особенность. В нашем институте главное сосредоточение в образовании идет все-таки на вычислительной математике. По всем направлениям бакалавриата ведется дневное обучение. Все образовательные программы, а их, к слову, 7, отвечают требованиям международных стандартов обучения в области информатики и информационных технологий. Директор института рассказал о некоторых из них. Направление прикладная математика – это, пожалуй, наше самое сложное направление. Там достаточно строгий заведующий, который требует хорошего знания математики. Но там студентов обучают как раз-таки сложной математике. Это все, что связано с нейросетевыми архитектурами, с машинозрением, с обработкой данных, с высоконагруженными системами, высокопроизводительными системами. То есть это вот такое сложное направление. Туда, надо сказать, конкурс поменьше, чем везде, но только потому, что мы на всех днях открытых дверей сразу предупреждаем. Учиться на этом направлении – самое сложное. Такой противоположностью направления прикладной математики является направление прикладная информатика. Вот там все, что связано с прикладной информатикой – это кроссплатформенная разработка, мобильная разработка, веб-разработка, то есть студент по выходу выпускник, он способен вести разработку, ну вот на любых платформах, в принципе. Также на прикладной информатике, вот уже с этого года, этот год уже прошел, мы работаем с компаниями игровой индустрии, и там у нас, соответственно, есть геймдев, то есть это разработчик игр, также на прикладной информатике. Чем-то средним между этим всем является как раз прикладная математика-информатика. Там сбалансирована и математика, и информатика. Здесь мы работаем с компанией Сберхаб, то есть подразделения Сбербанка. Находятся они в Казани, то есть преподают также у нас, то есть преподают их ведущие программисты, их технический директор у нас преподает. То есть студентам обучают бэкфронт разработки, но с точки зрения, как правильно создавать проект. Еще одно актуальное направление, вот, пожалуй, последние два года приобрело вот прям очень большую актуальность, это информационная безопасность. Здесь особых комментариев не требуется, нужно лишь сказать, что в чем отличие нашего Института информационной безопасности. У нас занимаются информационной безопасностью программного обеспечения. Аппаратной частью мы не занимаемся, то есть аппаратной частью у нас, например, занимается Институт физики. То есть у них все, что связано с низким уровнем. Но программы мы ведем совместно, то есть их преподаватели преподают у нас, наши преподаватели преподают у них. Направление информационной системы и технологии очень интересное направление, я хочу сказать, потому что там обучают, ну тоже как вот веб-разработки, то есть на самом деле веб-разработка, мобилки, они есть везде. Просто где-то это больше, где-то этого меньше. Здесь главное, что учат студентов и будущих, соответственно, программистов, как правильно создавать системы. Направление фундаментальной информатики и информационной технологии. Здесь больше идет упор в такую вот фундаментальную информатику, фундаментальные исследования. Там у нас очень много специалистов по квантовым вычислениям, вероятностным вычислениям. То есть здесь мы готовим специалистов, ну можно так сказать, по различным видам математических вычислений. Но опять же, то есть везде готовим программистов, которые могут быть широкого спектра специалистами. Бюджетных мест в институте порядка 250. Это число соразмерно и на контрактной форме обучения. По направлениям количество бюджетно-контрактных мест отличается. То есть, например, на направлении бизнес-информатика у нас только 10 бюджетных мест и порядка 70 контрактных. На всех остальных направлениях количество бюджета примерно равно количеству контракта. Вот. То есть, примерный объем студентов, которые проходят, то есть это там 250 бюджет, 250 контракт примерно пройдут. То есть каждый год так проходит. Но нужно заметить, что конкурс в наш институт самый большой. То есть у нас на текущий момент еще приемка не закончена. У нас уже больше 12 тысяч заявлений. То есть каждый год количество заявлений, оно растет. То есть сейчас это уже 50 человек на место. Магистратура основывается на тех же кафедрах, что и бакалавриат. Однако у нее есть особенность – 13 профилей. Все профили узнать – это лучше к нам переходить на сайт, прямо вот про каждый профиль почитать. Кроме того, у нас всегда заведующие доступны. И я, соответственно, доступен, чтобы рассказать. То есть абитуриенты постоянно подходят. То есть все те направления, которые я на бакалавриате перечислил, то есть направления ровно те же самые. Но на каждом направлении есть профили. То есть, например, на прикладной информатике у нас идет безопасность экономических систем. То есть это не информационная безопасность уже идет, это идет конкретно работа с экономическими системами, с их безопасностью. Вот как раз-таки в магистратуре раскрывается, соответственно, уже фундаментальная информатика, информационные технологии. Там уже есть несколько направлений, и одно из направлений их связано чисто с квантовыми вычислениями. Надо отметить, что все программы обучения соответствуют международным стандартам, разработанным на основе научных исследований и при участии ведущих специалистов из IT-индустрии и бизнеса. 35 докторов наук и более 80 кандидатов наук. Два докторских совета по защитам диссертации делают все, чтобы выпускники института занимали лидирующие позиции в рейтингах. Мы выпускаем высококвалифицированных программистов, которые сейчас на рынке именно востребованы. То есть мы много ведем диалогов с компаниями. И в этом году к нам зашли такие компании, как Сберхаб, Яндекс, СВК сейчас тоже прорабатываем на этот же год, чтобы у нас тоже на направлениях было преподавание от них. И всем требуются не джуны, которые по факту по выпуску бывают в институтах, где чисто такие вот прикладное программирование, а им нужны люди, владеющие математикой. Нужны люди, которые умеют создавать новое. То есть вот примеры приведу, на каких направлениях у нас что есть. То есть, например, направление бизнес-информатика, самое такое отличающееся, наверное, там мы готовим программистов экономических систем и системных аналитиков. То есть это те люди, которые работают с экономическими системами, но не операторы, а программисты, то есть те, кто их создают. Здесь мы долго уже сотрудничаем с компанией 1С, с их различными структурными подразделениями. То есть у нас три компании 1С преподают, плюс, соответственно, наши преподаватели. Ну и это сейчас очень высоковостребованная область. Параллельно с высшей математикой и программированием можно заниматься журналистикой или, например, вокалом. Немало можно встретить и волонтеров. Ребята активно принимают участие в общественной деятельности. Приходи. Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета ждет именно тебя. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов. Универновости. Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях департамента по молодежной политике Казанского федерального университета проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия для студентов, проживающих в домах деревни Универсиады. Так, для студентов уже прошли вечер настольных игр, дартс, турнир по настольному теннису и музыкальная игра «Угадай мелодию». Для проживающих в деревне Универсиады также пройдут турниры по шахматам, баскетболу, волейболу и мини-футболу, киновечер под открытым небом, интеллектуальные игры «Что, где, когда» и «Своя игра», веселые старты и гитарник. 27 июля в Ботаническом саду Казанского федерального университета состоится выставка «Хосты в саду». Приглашаются все желающие. Хосты – многолетнее травянистое растение семейства спаржевых. Своё название получила в честь австрийского врача и ботаника Николауса Хоста. Насчитывают более 40 дикорастущих видов хост. В природе их можно встретить в ареалах Юго-Восточной Азии, Японии, а также в российской части Дальнего Востока. В качестве декоративных растений выращивают сорта и гибриды хосты Зибольда, хосты Форчуна, хосты Волнистой и другие. Открытие выставки состоится в 10.00. В рамках выставки предусматривается проведение экскурсий по коллекциям ботанического сада КАФУ в 11.00 и 13.00. В 12.00 в лабораторном корпусе ботсада с лекцией о хостах и их агротехнике выступит коллекционер Оксана Городишенина, известная как Мадам Хоста. Розыгрыш растений ожидается в 15.30. Ботанический сад расположен в Казани по адресу улицы Зерекле, 9А. Подробности посещения можно узнать по телефону 8-951-896-93-44. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok